И начинаем мы, конечно же, с массовых эвакуаций. Напомню, они прошли по всей России после получения сообщения о минировании. Петербург, увы, исключением не стал. У нас эвакуировали более 30 школ, 28 больниц, пострадал и бизнес. Торговые центры, гостиный двор, галерея, Икея, Невский центр, Радуга и десятки других комплексов. Помимо того, что все это само по себе, мягко говоря, неприятно, это еще и очень затратно для предпринимателей. Грубо говоря, для арендатора, который занимает тысячу метров, по полторы тысячи в месяц, это получается полтора миллиона арендная ставка. Значит, один день мы делим на 30, получается 50 тысяч, то есть, в принципе, за полдня он теряет от 65 до 30 тысяч рублей оборота. В январе в ряде городов России прошла очередная волна сообщений о минировании. В частности, во Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Астраханской областях поступали угрозы взрывов. Похожая ситуация, я напомню, была более года назад. Тогда, по данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.